Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ой, да перестань! Перестань, говорю. О, это ты! Узнал? Конечно, узнал! Премиальный мир с картой Мастеркард не забудешь! Добро пожаловать в реальный! А за премиальный пошли монетку бросать! Пошли! Портовая русалочка. Спасибо, что так меня назвал. Всем привет! Это Орел и Решка, чудеса света. И мы прилетели на Кабо-Верда. И это уже одно большое чудо! Острова зеленого мыса, потерянные в водах бескрайней Атлантики. Больше семи слов сказала в предложении. Блаженное дело, говорит. И мало того, это не просто какое-то прозвище острова, а абсолютно официальное название до восьмидесятых годов прошлого века. Слушай, а звучит интригующе? Давай уже! Интрига продолжается и накаляется. Орел? Решка! Давай! Что, радостно тебе, да? Клево будешь вот это вот деньгами сорить как-то? Васька, да ты выживешь при любой возможности, за это же тебя и любит зритель конкретно один. Васька, давай! Не один, их уже там несколько… Десять что ли, если с мамой посчитать. У западного побережья Африки в водах Атлантического океана виднеются клочки суши. Острова Капо-Верде. Крошечные, малонаселенные, с космическими пейзажами, уникальной философией и крышесносными развлечениями. За моей спиной первый аэропорт, который был построен на островах Капо-Верде. А находится он на острове Сал, одном из самых туристических островов страны. Рады ли здесь бюджетному туристу? Вот мы с вами и проверим этот уикенд. Для начала нужно обменять деньги. Курс валют в аэропорту приемлемый, поэтому поменяю сразу все 100 долларов. На островах свободно ходят две валюты. Первая из них евро. Поскольку Капо-Верде бывшая португальская колония, местные ассоциируют себя с европейцами и везде принимают их современную валюту. А вторая валюта – это искуда. Так и назывались золотые португальские монеты, которыми рассчитывались во времена колонизаторов. Люди умные, которые поумнее меня, говорят, что здесь лучше расплачиваться искуда. Что я собственно и собираюсь сделать. Осталось разобраться с бюджетным транспортом до города. Знаете, что здорово на Капо-Верде? Богатому туристу не нужно искать тех, кто его встречает. Нужно просто идти на звук. Красавцы! Музыка Морна – жанр, который родился именно на Капо-Верде. А придумали его первые жители островов – африканцы, которых сюда привезли колонизаторы в качестве рабсилы. В этой песне поется о том, что Капо-Верде – это смесь традиций Португалии, Европы и Африки. Говорят, Антон, сюда, сюда. Сюда, почему раньше не приезжал, Антон? Куда-куда? Конечно. Куда? Но если честно, сюда – это тоска. Тоска по дому, тоска по родине. Поэтому у этой песни такой минорный лад. Класс! Слушайте, мне кажется, вот эта встреча – это идеальный способ с первых же минут в стране погрузиться в ее атмосферу и культуру. Браво! Но и это еще не все. За музыку дорог будет отвечать рев Хаммера. Самая большая, самая заметная и самая мощная машина на этом острове. Хаммер Эйдж Ту – в прошлом военный американский вездеход. Сейчас же мощнейшая тачка для всех тех, кому не важно ни сколько бензина она ест, ни сколько стоит. Главное – покозырять размерами и добраться куда нужно с комфортом. Бюджетных туристов в аэропорту Кабоверда так радужно не встречают. Ну остановись, ну что ты один едешь, а? До центра города вы можете доехать на такси. За дорого. Можно, конечно, арендовать машину. За еще дороже. А можно на автобусе добраться до города всего лишь за соточку. О, вот это идеальный вариантик для меня, ну для бюджетного туриста. Правда в аэропорт автобусы не заезжают, ведь в этом нет никакого смысла. Аэропорт находится прямо в центре острова, через который идет всего одна трасса и по ней курсирует всего один автобус. Осталось выйти на дорогу и его дождаться. Ух, прохладонько. Дааа, слушайте, что-то автобусов здесь вообще не видно. Что ты будешь делать? Я уже полчаса стою, никого здесь нет. Во, какая-то местная деревенщина. Эй, мэн, ты что ж ты, ты остановись же ты. Ребят, 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 ну пожалуйста, пожалуйста. Ну пожалуйста, ну пожалуйста, ты пожалуйста. А, это такси. Остановись, мужик. Возьми меня, я вся твоя. Так что-то я не пойму, что это мои чары не действуют. Как? Как? Как можно было не остановиться? Во, вот, сейчас, сейчас все будет, тачка. Ну остановись, ну что ты? Нет, все, это бесполезно, ребята. Батюшка. Батюшка. Ань, мужик, ань, мужик, мой любименький цветочек. Пожалуйста, довезете меня до Санта-Мария? Да? Ясно. Класс! Спасибо! Итак, время знакомиться с нашим сегодняшним чудом. Миллионы лет назад на этом месте был сплошной океан. Но после сотен извержений подводных вулканов появились они. 18 небольших клочков суши, которые человек одарил красивым названием Кабо-Верде, или же острова зеленого мыса. Слушайте, ну вроде острова зеленого мыса. Но из зеленого тут только, не знаю, лицо Василисы, когда узнала, что будет со 100 долларами и все. Да, Антоха, зеленью тут не густо. Везде вообще ничего нет. Просто пустота. Никакой растительности. Песочные горы, выжженные поля, деревья, даже без листочков. Но на самом деле существует несколько объяснений, почему острова зеленого мыса получили такое название. Согласно первой версии, когда в 15 веке моряки их нашли, они просто решили не заморачиваться над названием. Раз острова находятся прямо напротив мыса Каб-Вер, или же зеленого мыса, то пусть и название берут от него. А вот и другая версия. Говорят, что изначально острова были покрыты густыми лесами, но затем колонизаторы вырубили деревья и пустили их на дома и корабли. Но это не более чем легенда. Просто часть островов реально такая как супер сочная, там джунгли. А другая часть вот как наша. Такие лунные пейзажи, нет ничего, как пустыня. Слушайте, это конечно так вот интересно и загадочно. Наверное, именно поэтому сюда приезжает так много путешественников. Очень хочется посмотреть на наше чудо острова Зеленого мыса с высоты. Но есть одна проблема. Вертолетов? Нет. Дельтапланов? Нет. Кукурузников? Нет. Есть зиплайн. Высота? В тридцатиэтажку. Протяженность – километр. А главная особенность – часть полета проходит прямо над океаном. Так, ну что, я готов. Раз, два, три. Птица Антон! Как это круто! И как красиво! Со всех сторон острова Зеленого мыса омывает Атлантический океан. Его синие волны стремительно разбиваются обвышенные скалистые берега. И все это вместе создает фантастической красоты пейзаж. Ладно, над океаном лечу! Какой край! Восторг и слюни! Я всем рекомендую! Это такая экскурсия для тех, кто очень торопится. Спасибо, спасибо большое! Всего доброго! Ну что, давай знакомиться с Санта-Мария? Санта-Мария – один из самых густонаселенных и туристически развитых городов Кабоверде. Но, по сути, это маленький городок с населением в чуть больше 20 тысяч человек. Первое, что бросается в глаза – это местные жители. Креолы – это потомки португальских колонизаторов и рабов из Африки. Из-за своего португальского прошлого местные считают себя настоящими европейцами. Да и сам город выглядит соответствующе. Этот город вообще не похож на Африку. Поверьте, потому что я была в Африке, я знаю, что это такое. Это чисто европейский городок. А вот такие улочки, все интеллигентные, все такое дружелюбное. Приятно находиться. Давай пять. Еще один признак того, что Санта-Мария больше европейский город, чем африканский – это здешний уровень преступности. Он практически на нуле. Кабо-Верде считается единственной африканской страной, которая на протяжении многих лет входит в топы самых безопасных туристических направлений. Тут не грабят на улицах, не промышляют рэкетом и не устраивают пьяные драки. Все круто. Причин всего две. Первое – это то, что местные считают, что преступность – это признак бескультурщины. Второе – городок настолько маленький, что тут все друг друга знают. И если кто-то что-то у кого-то украдет, то будут об этом знать все. Позора не оберешься. Кто хочет новый телефон? Я. Кто знает, где его дешевле найти? Тоже я. Для этого заходим на Е-каталог. Ищем нужную модель. О, вот все просто. Е-каталог показывает, в каком интернет-магазине дешевле купить. И тут не только цены на телефоны можно проверить. Здесь куча товаров. О, я вот себе чехольчик поприкольнее нашла и подешевле. Как говорится, зачем платить больше? Экономьте и вы. Ищите товары на Е-каталоге. Ссылка в описании. Но есть у местных то, что отличает их и от европейцев, и от африканцев. Кабовердинцы никогда не говорят, что они отдыхают. Они моробъездничают. Кабовердинцы никуда не спешат. Стараются жить в гармонии с собой и природой. Просто для кого-то это сродни молитвы. Для других – посидеть в тени, погрузиться в себя. А для третьих – вот так вот потусить с друзьями. Гайс моробъезе. 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 Ребят, не случайно я прячу 100 долларов именно здесь. Половину из них как раз таки можно потратить на зиплайн, а на половину из них отметить. Бутылка с денежным кладом от Орла и Решки спрятана в Кабоверде на острове Сал на юго-восточном побережье, недалеко от нижней площадки зиплайна. Удачи, люди с большой земли. На Кабоверде 350 солнечных дней в году. Среднегодовая температура – 27 градусов тепла. Каждый остров окружает океан. Какой вывод из этого следует? Так это же идеальное место для пляжного отдыха. И если раньше про Кабоверде никто не знал, то сейчас местные пляжи входят в топ лучших пляжей мира. И причем на 18 островах их около 100 штук. На любой цвет и вкус. Пятки свертают, хотят купаться. Есть тут пляжи и облагороженные, и дикие. С белым песком. И с вулканическим черным. Ну и главный пляж не только у острова Сал, но и у всего Кабоверде – пляж Санте-Мария. Он с широкой линией протянулся на 2 километра вдоль центра города. Пляж чистый и облагороженный. С белоснежным песочком, который по крупицам принес сюда ветер из соседней африканской пустыни Сахара. Круглогодичный ветер на островах Кабоверде способствует развитию туризма. Сюда съезжаются, чтобы погонять на волнах любителей серфинга, кайтсерфинга и катамаранинга. Я придумал еще один отличный способ познакомиться с океаном. Я арендовал себе катамаран. Многие думают, что катамаран – это штуковина, где сидишь и крутишь педали. Но нет. Катамаран – это вот такое судно с двумя корпусами и палубой, которое может разгоняться до 60 километров в час. Управлять такой махиной нелегко. Поэтому я взял себе инструктора. Готов. Теперь точно готов. Морской халк. Я еще никуда не отплыл, а уже зеленый. В первые минуты плавание на катапаране кажется весьма романтичным занятием. Лети. От водой лети. Но потом от романтики не остается и следа. Поехали. На шерсти мокрые дважды. Верно. 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 Немножку из океана. В общем, покатушки на катамаране на любителя. Слушайте, это весело, мокро, немного страшно и действительно сложно. Кто-то сказал экстрим только в поездках, а дома из экстрима максимум велосипед. Кстати, смотри, какой вариант на Е-каталоге присмотрел. Сохранил в личном кабинете, а к выбору, между прочим, подошел основательно. Начитался кучу полезных статей, вон они тут на сайте есть, видео обзоров насмотрелся, осталось только купить. Вот и мониторю динамику цен, жду, когда будет оптимальная. Возьму и как на экстримализ. И вы присоединяйтесь. Ищите свой вариант по ссылке в описании. Где бюджетный турист может найти себе еду, даже во время карантина? Конечно же, в супермаркете. Моробьеза. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так, надо взять что-то сытное, что даст мне энергию на всю жизнь. Так, вот оно. Пошли. Мясо. Так, вот хамончик. Это практически 7 евро. Камон, не, спасибо. Вот, самый нормальный сыр. Пять евро. Оказалось, супермаркеты в Кабовердо – это полное обдиралово. Пять евро за килограмм яблок. Ну камон, вы где-нибудь вообще такие цены видели? Я лично не верю. А все потому, что на вулканических островах Кабовердо толком ничего нельзя вырастить. Весь товар сюда доставляют с континента. И большая часть цены на продукт – это плата за доставку. Спасибо большое. Знаете, что я вам скажу? Здесь очень дорого. Я лучше поем в другом месте. И я даже знаю, в каком. Ох, Васька, а меня цены в Кабовердо не беспокоят. Вот, например, вопрос с жильем я решил просто – приехал в лучший отель на острове. Кабовердо с каждым годом становится все популярнее среди туристов. И тут открываются новенькие отели крупнейших мировых сетей. Вот это, например, Хилтон. Что-то слышали о таком, да? Говорят, перспективненькая сеть. Кстати, я тут буду жить. В Кабовердо у меня всего два дня. Зато каких? Просто возьму все самое лучшее. С мастер-карты-то одно удовольствие. Расплачиваешься премиальной картой и получаешь выгодные плюшки в виде скидок. Слушайте, такие оплаты мне по вкусу. Всего в этом отеле 241 номер. Можете пересчитать, но я, естественно, буду жить, ну, сами понимаете, в президентском. Ну такой я человек. Прям хорошо. Ну такой классический президентский номер. Арендуя президентский номер в Хилтон за 1800 долларов ты получаешь 220 квадратных метров президентской жилплощади. Слушайте, вот уйду из Орла и Решки, из телеведущих пойду потом в президенты. В некоторых странах это модно. Иди-ка сюда. Собственный рабочий кабинет, чтобы принимать важные законы. Законы принял, можно и перекусить. Это за госбюджет. Так, законы приняли, перекусили, а где мое президентское ложе? Ну а вот и, собственно, кровать. Помимо этого в номере есть президентский гардероб, президентская ванная, океан и президентская просторная терраса. Оцените, у меня терраса размером с весь номер и с видом на бескрайнюю стихию и весь мой пляж. В поисках бюджетной еды я пришла на местный пирс. Пирс в бухте Санта-Мария – чуть ли не самое главное место в городе. Конечно, здесь оригинальная обстановочка, вот так вот местные Чили просто валяются в сетях. Именно к этому пирсу местные рыбаки ежедневно пришвартовывают свои лодки со свежим иловом, которые потом их жены продают таким, как я, туристам. Ой, какая рыбка. Чего тут только нет. А, это король, король здешний тунец. Да, вот тут меня уже понимают. А что это? Бакалео. Соленая, вся в соли? Она вся в соли и прямо твердая, как камень. А это что такое? Мурена – та самая страшная хищная рыба с большими зубами. Но она, правда, уже дохлая, поэтому она не страшная. Ой, а вот это я знаю. Это кракасы? Это кракасы? Да. Кракасы. Двоюродные братья-близнецы устриц. Кракасы – это такие моллюски, которые живут в ракушках. Только ракушки не закрытые, а с круглыми отверстиями, туннелями. Это настоящий деликатес и гастрономическая фишка Каба Верда. Боже мой, вообще не представляю, если бы я это увидела в обычной жизни, я подумала, это просто какой-то камень. Глянь. А сколько стоит килограмм шестьсот искуда? Шестьсот? Может пятьсот? Шестьсот. Ладно, окей, ладно, не умею торговаться. Слушайте, ну шесть евро за килограмм, за морской деликатес, за кры... Я, ес, заверните, пожалуйста. Я готова отдать такие деньги. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо, дорогая женщина. Вот это я называю прекрасный улов. Прямо рядом с пирсом находятся кафешки. Добрый день. Здравствуй. Там ваш улов сразу же могут и приготовить. Восемьсот искуда. Семь евро за то, чтобы сварить вот это вот… здешний деликатес. Это лучший деликатес в мире. Да я понимаю, что лучший. Ну семь евро, это дешевле воронеж мне сгонять и сварить. Ну ладно, семь евро что делать. Сейчас приготовлю. Только чтоб было вкусно. Присаживайтесь. Рася, капец, а? Готовятся они просто. Кракасы моют и варят в кипящей воде 15 минут. Посмотрите, это же даже не похоже на блюдо. Это как будто у меня на тарелке морской торт из коралловых рифов. Во как. У вас, конечно же, наверное, вопросы, как я это буду есть. А очень просто. Вот этими вот маленькими крючочками я буду вытаскивать мясо моллюсков. Так, все, я начинаю есть. Смотрите так на меня мужчина. Я первый раз пробую этот здешний деликатес. Так, вот попробуй его. Игорь, у меня не получается. Ах ты. Чуть поможем себе пальцем. Никто не видит? Ай-яй-яй. Сейчас, сейчас, сейчас. А это не так уж и просто. Ой. Видишь? Я сейчас тарелку разобью. Сейчас, подождите. Во, я теперь вижу. О, есть, есть. Получилось, получилось. Ну давай. Удиви меня. Ну, друзья, по вкусу это классическая креветочка. Очень вкусная, сочная, стопроцентная креветка. Знаете, мне нравится, что просто так вот легко это не съесть. Надо пройти вот эти вот препятствия через огонь и воду. И когда вот ты достаешь этот маленький кусочек, он получается кусочек наслаждения. Прекрасное блюдо. Я довольна, я довольна. Прям хлопаю ему вот этими своими двумя крючочками. Самое время отведать чего-нибудь изысканного, уникального и очень дорогого на радость продюсерам. Свой ужин в Каба-Верде я решил провести в уникальном ресторане. Оджо де Агуа. Единственный ресторан на острове Сал, который находится прямо на воде. Вообще здесь заботятся об экосистеме и в целях ее защиты запрещают строить что-либо на берегу. Но этот ресторан обошел всех. Он просто выкупил маяк и сделал ресторан на его территории. Я думаю, вы прекрасно догадались, чем я буду ужинать. Всем, что выпрыгнул отсюда, естественно морепродуктами. Кстати, есть тут одна фишечка. Сейчас все увидите. Специально для меня шеф-повар ресторана будет готовить блюдо вечером. Сегодня это осьминог на гриле. В общем, чтобы доказать, что здесь действительно свежие морепродукты, они специально при тебе удаляют осьминогу зубы. Вы вообще знали, что у осьминога есть зубы? Есть версия, что это и не зубы вовсе, а клюв с двумя мощными клыками. Но суть это не меняют. Есть их нельзя. И перед приготовлением обязательно нужно удалить. О, несут. Кстати, к осьминогу я заказал его морских друзей. Лобстер, креветки, морские уточки и меди. О, а вот и сам осьминог затерялся среди всего этого. Эть, помаши ручкой. Это прям свежак. Он еще загорелый, копченый. И как он легко жуется, в отличие от многих осьминогов, которых я до этого пробовал. Слава богу, мне есть с чем жевать, в отличие от тебя, братан. Поразительно. Он похож больше на какую-то нежную свежую креветку, чем даже на осьминога. Причем в 10 раз вкуснее, чем я думал. Мне кажется, близость океана дает о себе знать. Он как бы чувствует, что рядом с домом и от этого вкус раскрывается. За ходом солнца жизнь на Кабо Верде не заканчивается. Поэтому я решил заказать себе одно ночное приключение. Давай, 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 давай. Прошу прощения, сэр. Слушать внимательно. Правила простые. Держать дистанцию 5 метров. Максимум 10. Делать зигзаги. Запрещено. Превышать скорость. Запрещено. Всем понятно? Да, сэр. Тогда вперед. Ну, надеюсь, вы поняли, что сейчас происходит. Потому что это ни с чем не спутать. Мы отправляемся в ночное катание на багги. И уверен, что это будет круто. Ночные покатушки на багги – это приключения с перчинкой. В чем экстрим? Во-первых, это происходит в кромешной тьме. Убивительно! Я не знаю, какой водитель тут вообще овинтируется. Потому что ни черта не видно даже в скучинкой коробке. Во-вторых, багги хорошенько заносят на песка. Ну все, мы едем на песку. Как я это понял, я в песке. Ну и в конце концов, в какой-то момент ты вообще не понимаешь, где ты находишься и куда тебя везут. Ощущение, что мы путешествуем по какому-то заброшенному острову. Там нет песок и старые здания, и нет души. Знаете, с одной стороны вот этот пестрый кортеж, который следует за тобой. Ну и полное ощущение, что это космическая полиция едет на вызов. Круто! Но с другой стороны чувствуешь себя кротом на выгуле. Но вот это ни с чем не спутаешь. Даже если не видно, то его отлично слышно. И это настоящее чудо. Как я вам уже говорила, Сан – это самый туристический остров Кабо Верде. Естественно, вследствие чего здесь расплодилось очень много сетевых отелей для богачей. Вот, наверное, в одном из них как раз и живет Антошка. Для бюджетных туристов здесь тоже есть вариантики – хостелы. Но они стоят около 35 долларов. Мне это, конечно, не подходит. Но я знаю, что местные сдают в аренду комнатки. Вот как раз одна, видимо, из них. Добрый вечер, вы сдаете комнату? Да. Есть свободная для меня? Да. Да? Спасибо большое. Сдавать комнаты туристам у себя в доме – тут обычное дело. Для местных это дополнительный заработок. Мне уже честно, даже все равно, сколько она стоит. Потому что я так замерзла. Ух ты! Как миленько. А сколько стоит? 20 евро. С завтраком. С завтраком? Да. 20 евро, да еще и с завтраком. Так, держим эмоции. За 20 евро у меня будет своя комната с большой кроватью. И своя личная душевая. Еще и завтраком накормят. Ну чудо же! Да и я так устала, что больше нет сил искать что-то еще. Спокойной ночи. А у вас бывало такое, просыпаешься и не понимаешь от чего? То ли вот от легкого морского бриза, который проникает через открытые гигантские панорамные окна. То ли от шума океана, который вот как музыка поет где-то тут в ушах. Не? Не бывало? Ну дай бог, чтоб когда-то было. Вау! Ого! А бригада? Боже мой, обожаю! Это любимая часть дня – завтрак. А если очень готовил мужчина, я считаю, день уже удался. Остаток своего уикенда я решила провести на северо-востоке острова Сал. Говорят, там есть на что посмотреть. Тем более, что добраться туда не проблема. Кабабердинцы часто катают туристов. Я договорилась за 30 долларов. Через 40 минут буду на месте. Я лечу! Я уже тоже мчу навстречу богатым приключениям. И во второй день уикенда планирую увидеть уникальных животных, обитающих на территории Кабо-Верде. Живности на этих островах немного. Во-первых, тут мало зелени и нормальных условий обитания. А во-вторых, на многие виды веками велась охота. Сейчас местные экологи делают все, чтобы восстановить животный мир на островах. Неофициальный символ Кабо-Верде – редкая птица Файтон. Она есть на всех 10 островах, но именно на острове Сал есть отряд активистов, которые делают все, чтобы сохранить этот исчезающий вид. И я сейчас иду с ними знакомиться. Привет. Привет. Антонио Зайчев. Шэден, приятно познакомиться. Ну что, какая у нас миссия? Мы с группой орнитологов стараемся сохранить популяцию Файтонов. Эти птицы под угрозой исчезновения. Поэтому мы здесь, чтобы проследить за их здоровьем и состоянием. А как мы поймаем птицу? С арбалета? Нет, ни в коем случае. Файтоны живут прямо тут, в этих склонах. Они тут гнездятся. Файтоны – это белые птички среднего размера. Живут возле морей и океанов. Гнездятся на скалистых утесах. Долгое время охотники отлавливали их ради длинных хвостовых перьев и продавали для украшений. Боже, плод любви голубей и чайки. Какой он обаятельно нелепый. Мы с тобой одной кровью. Сейчас редкие птички находятся под пристальным вниманием у экологов. Вы понимаете, что сейчас произойдет? Сейчас вот этого Файтона чипируют. И потом по GPS будут отслеживать, как далеко он летает, чтобы понимать, насколько он здоров. Гениально. Мало того, у Файтона возьмут кровь и другие анализы. И если в крови найдутся токсины, то поймут, что болеет не только он, но и загрязнена вся экосистема острова. Ведь ты то, что ты ешь. Поразительно. То есть через одну птицу можно узнать о состоянии и здоровье всего острова и его экосистемы. Наука. А финансируется этот проект за счет пожертвования и одной уникальной услуги. Любой желающий может усыновить Файтона за сто сорок пять долларов. Таким образом тебя будут информировать о самочувствии твоей птички и дадут возможность дать ей имя. Я. А его я. Ответственный момент. Ну смотрите, взъерошенное оперение. Алый клюв. Противный виск. Ну что, Вась, лети, бездумно порхай с одного утеса на другой, лови потоки ветра над океаном, а главное, будь вольной птицей, Вася. Представляете, эти ребята каждый день поднимаются в горы, чтобы следить за здоровьем птицы, как-то оберегать их. А мы можем просто помочь финансово. Да и вообще, приятно быть отцом редкой тропической птицы. Приеду домой, еще голубя водворил сыновью. А я и не заметила, как мой водитель домчал меня до нужной достопримечательности. И первая остановка на моем пути – соляное озеро Педро де Люме. Именно этому месту остров обязан своим названием, потому что по-португальски сал – это соль. Находится это озеро в кратере потухшего вулкана. А вот эти ровные квадратики тут неспроста. Когда-то здесь был крупный завод по добыче соли, сейчас же ее добывают, но в меньшем объеме. Ух ты. Слушайте, ну конечно необычный пейзаж. Трудно представить, что все вот эти бассейны наполнены солью. И обратите внимание на их цвета. Есть розово-синие, белоснежные, прям как снег. Сине-черные. А все это из-за того, что разное количество соли содержится в каждой соляной кастрюльке. А добывают соль так – на поверхности потухшего вулкана делают искусственные бассейны, наполняют их водой. Вода со временем испаряется и оставляет за собой соль. Ну смотрите, прям как кристаллики, алмазики белого цвета. Даже трудно поверить, что это соль, которую мы с вами добавляем, когда что-то готовим. Ну и что самое прикольное – здесь разрешено купаться. В этих озерах концентрация соли даже больше, чем в Мертвом море. В них можно купаться и невозможно утонуть. Пойдемте проверим. Смотрите, какое странное чувство. Смотрите, прям без рук можно вот так вот входит. Получается, как в космосе. Смотри, прям держит. Офигеть, чудеса. Чудеса солевых озер. Еще одно развлечение, ради которого туристы приезжают на Кабо-Верде – это дайвинг. Дело в том, что острова тут находятся далеко от материка. И поэтому дайвишь ты тут практически посередине океана. Но я никак не мог это пропустить. Тем более, что погружение под воду – это лучший способ познакомиться с морской жирностью островов Зеленого мыса. Только вблизи острова Сал целых 20 точек для дайвинга. Я буду нырять к кораблю Санта Антан. Это грузовое судно, которое утонуло чуть больше 50 лет назад. Оно сбилось с пути и неудачно пришвартовалось. Да так, что днище корабля дало трещину и ушло под воду. К счастью, никто не пострадал. Теперь это судно стало домом для десятков видов рыб. Судя по описанию, морская вечеринка намечается нешуточная. Кораблекрушение – это не только трагедия. У этого есть и позитивная сторона. Со временем огромные железяки на дне становятся домом для сотен рыб и моллюсков. Сегодня у этого судна можно встретить и скатов, и рыбу-коробку, и лангустов, и даже акун-няник. Вот почему дайверы так любят затонувшие корабли – это гарантированная возможность увидеть морских обитателей. Природные красоты острова Сал не заканчиваются. Ждите меня здесь. А вот и моя главная цель на сегодня – гора Монте-Гранде. Говорят, что под нем легкий, под силу даже ребенку. Вот и проверим. Гора Монте-Гранде – в переводе большая гора – это самая высокая точка острова Сал. Четыреста шесть метров над уровнем моря. И говорят, с нее открывается лучший вид на весь остров. Слушайте, ну пока легкотня, конечно. Хотя я прошла всего пару метров. Посмотрим дальше, что будет. И хотя кажется, что четыреста шесть метров – это немного, на деле поднимаешься трудно. Ухватиться не за что. Да и наклон к горы увеличивается с каждым шагом. Плюс еще одна неприятность – вечно гуляющий ветер нагнал тучи на солнце. Друзья, к сожалению, как вы могли заметить, я не успеваю добраться до вершины, потому что уже солнышко начинает спускаться вниз. А мне еще надо будет вернуться каким-то образом назад. Но даже с высоты, на которую я взобралась, открываются космические виды. Место, конечно, завораживающее. И вот эти пейзажи, они такие пустынные и такие, знаете, лунные. Они и есть такие маленькие чудеса света. Вулканические острова Кабо-Верде только начинают завоевывать признание туристов. Но уже сегодня здесь можно ничего не планировать и довериться случаю. Забыть обо всем и просто мчать навстречу ветру. И даже не достигнув цели, все равно испытать счастье. Восторг и слюни! С телеведущих пойду потом в президенты. Офигеть, у тебя чудеса! Ну что, Вась, лети! Я летю! И вот эти пейзажи, они такие пустынные, они и есть такие маленькие чудеса света. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Охлада. Пальма. Здравствуй. Привет. Не рад меня видеть? Я смотрю. Да конечно рад. Ты чего? Ну рассказывай, как ты? Чего так долго? Слушай, я с этой горы еле до тебя дошла, честное слово. Антон, я себя в этой стране почувствовала Василисой в стране чудес. Так много чудес произошло. Ну правда, ну вот жизни не хватит, чтобы тебе рассказать. Но главное чудо – это люди. Ой, это очень интересная, замысловатая фраза. А потрогай мои руки, потрогай. Чувствуешь, какие влажные противные ладошки? Дело в том, что я в воде провел больше, чем на суше. Я после КБВР официально человек-амфибия. Слушай, ну ты нашел, чем меня удивить, а? До встречи на следующем чуде света. Все, пока. Пойдем. Господи, ну что ты хочешь? А ты же человек-амфибия, точно. Я человек отжимания раз в пять дней, если вспомню.